Дачные костры и шашлыки Пожароопасная обстановка в округе будет под всесторонним контролем Педагоги сядут за парту В Ангарске стартует проект школа молодого специалиста На огневом рубеже Сегодня день пожарной охраны Российской Федерации Белые медведи и лазерное шоу С гастролями в Иркутск приехал цирк на льду А теперь обо всем подробнее 30 апреля страна отмечает День пожарной охраны В Ангарске состоялся большой праздник Пожарные выставили технику для жителей округа в качестве фотозоны Дети могли примерить боевку и посидеть за рулем пожарной машины В России профессия огнеборца существует почти 400 лет А в следующем году Ангарский пожарно-спасательный отряд отметит 70-летний юбилей За этот период было много пожаров Было много спасено человеческих жизней Было много спасено материальных средств С каждым годом пожарная охрана нашей страны модернизируется Все применяемые и новые технологии Соответственно применяются на пожарах На различных ситуациях Куда привлекаются специалисты пожарной охраны Я хочу в этот день пожелать ветеранам пожарной охраны Сотрудникам пожарной охраны Крепкого здоровья, благополучия И действующим огнеборцам, конечно же, сухих рукавов Не без инцидентов праздник прошел у коллег из Усолья-Сибирского Около 13 часов поступил сигнал о пожаре на мебельной фабрике Пламя распространилось на площади более 5000 квадратных метров Эвакуировано около 70 человек Благодаря действиям огнеборцев обошлось без человеческих жертв И в продолжение темы В Ангарске состоялось заседание оперативного штаба Где обсудили вопросы безопасности в период особого противопожарного режима Напомним, с 1 мая вступает в силу запрет на разведение костров В том числе и на территории садоводств Для информирования граждан решено использовать систему оповещения Громкоговорители будут включаться в 18.00 Помимо этого в городских и федеральных лесах организуют патрулирование Будут создаваться патрульно-маневренные группы Которые будут действовать как от лесхоза, как от муниципалитета Так и межведомственные патрульные группы Маршруты патрулирования определены У нас Ангарский городской округ в принципе компактный район По лесам, как городским, так и федерального значения Есть по 3-4 маршрута патрулирования С которых можно своевременно обнаружить несанкционирование возгорания И своевременно отреагировать для тушения В майские праздники следить за противопожарной обстановкой будут несколько бригад Профилактические отжиги должны быть завершены до 1 мая Сейчас этим занимается отряд казаков Осуществляем патрулирование ближайших лесов Выявляем нарушения Также мы раздаем памятки Где инструктируем население о пожаробезопасности Также при выявлении пожара Или какого-то пала травы Мы выдвигаемся сами Тушим его Нанимаем меры Сообщаем в ГОЧС Дополнительно администрации были приобретены 5 фотоловушек Мы сейчас покажем Это для того, чтобы мы в лесу расставили ловушки И можно было определить людей Которые приходят в лес Соответственно нарушают правила противопожарного режима Поджигают траву Ситуация находится под контролем полиции И отделом надзорной деятельности Дополнительно к работе привлекли отряд добровольцев И клуб мотоциклистов Мониторить обстановку в лесах будут с помощью квадрокоптера Нарушители привлекут к административной ответственности Расплатились фальшивкой За цветы В Ангарске удалось задержать молодую пару Фальшивомонетчиков Через интернет они заказали поддельные банкноты Номиналом в 5000 рублей Сбыть их пытались в местном цветочном салоне Их действия пресекли оперативники Сбыли ароматуры Вы сами нарисовали или где-то взяли? Погнали через интернет А почему вы это сделали? Сбыли нужные деньги При обыске у задержанных Были обнаружены еще 4 поддельные 5000 купюры Возбуждено уголовное дело Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы Продолжаем выпуск Региональный институт кадровой политики И непрерывного образования Вновь реализует проект Школа молодого специалиста Его цель – помочь педагогам Не имеющим профессионального образования Получить необходимые навыки Какими кадрами укомплектованы учебные заведения Сейчас смотрите далее в сюжете Спрос на среднее профессиональное образование В Иркутской области растет Недавно об этом сообщил министр образования региона Максим Парфенов Конкурс на поступление в техникум Или училище может доходить до 7 человек на место При этом многие учреждения Уже сейчас сталкиваются с кадровым голодом Одна из задач проекта Школы молодых специалистов – создать условия Для притока в профессию новых людей Педагоги, они приходят к нам Либо с педагогическим образованием Из вузов или педагогических техникумов Но не имеют опыта работы на производстве Либо к нам приходят педагоги С производства Они имеют профессиональные навыки Они отличные специалисты в своей сфере Они могут сами сделать Но не знают, как научить других это сделать И поэтому наша задача Дать им педагогические компетенции Вангарский проект Школа молодых специалистов Реализуется в трех учебных заведениях Педагоги высшей квалификации Проводят семинары и мастер-классы Для тех, кто только что пришел в профессию Например, сегодня ремеслу преподавания Обучают в ангарском индустриальном техникуме Обучение рассчитано на год За это время молодые педагоги Должны получить недостающий объем Теоретических и практических знаний Как сообщают в региональном институте кадровой политики На сегодняшний день В системе среднего профессионального образования В Ангарске, Уссуля-Сибирском И Черемхову работают больше 50 начинающих педагогов Александр Вучков, Владимир Селиванов Местное время Юбилейный конкурс «Мисс Ангарск» Прошел на сцене Дворца культуры «Современник» За звание самой красивой, молодой и талантливой Боролись 12 девушек Каждая из них была достойна победы Помимо звания королевы красоты Девушки получили титулы Мисс Улыбка, Мисс Обаяние Мисс Нежность и другие Информационным спонсором Выступила телекомпания «Актис» Кому досталась корона Главная красавица города Смотрите далее Я желаю вам удачи Пусть у нас все сложится даже лучше Чем было на репетициях Несколько минут до выхода на сцену Еще есть время поправить прическу Макияж и справиться с волнением При свете софитов Все должно быть идеально В этом году на звание «Мисс Ангарск» Претендует 12 конкурсанток Одна из них – Анастасия Минченко Девушка много лет занимается танцами Но в таком амплуа на сцене впервые Мне 17 лет и вот наконец-то я доросла И могу принять участие в этом прекрасном конкурсе Принимаю я участие, потому что хочу получить такие эмоции Которые, наверное, в жизни у меня не было И получить поддержку людей Участниц конкурса «Мисс Ангарск» Публика встречает с шквалом аплодисментов Образы, которые были представлены на суд зрителей Просто взрывают зал Мэрлин Монро, Мадонна, Дженнифер Лопес, Леди Гага Номера, костюмы соответствовать должна каждая мелочь И по мнению жюри, с этой задачей девушки справились То, что было исполнено на сцене, превзошло все ожидания Юные конкурсантки впечатлили зрителей и членов жюри чтением стихов Причем сделали это так проникновенно и трогательно Что у многих на сцене и в зале текли слезы У меня место хватит всем Давайте считаемся добрее Не будем лидерами В этот вечер участницы просто блистали Спортивные номера от юниоров, дефиле в купальниках и вечерних платьях По накалу страстей и роскоши этот конкурс красоты не уступал более статусным форматам И наконец, самый волнующий момент вечера Подведение итогов и награждение победителей Без внимания не осталась ни одна из участниц Мисс Фото, мисс зрительских симпатий, вице-мисс Но короной статус Мисс Ангарск 2021 досталась лишь самой достойной Ею, по мнению жюри, стала Анастасия Минченко Нет, я абсолютно не ожидала победы Я очень волновалась и очень рада, что я выиграла Юной мисс Ангарск стала Арина Бебякина Эту участницу, как исполнителя самых трогательных стихов Отметила и телекомпания «Актис», которая стала информационным спонсором конкурса красоты Валерия Литвинюк, Елена Шелик, Олег Левченко Местное время Любовь к городу через детский рисунок, фотографию или видеосюжет Общественная организация «Родители Сибири» объявляет конкурс «Мы ангарчане» Он посвящен юбилею Ангарска Участвовать могут как отдельные авторы, так и коллективы Ждем к участию семьи с детьми, какие-то детские коллективы, группы детских садов, школ Через этот конкурс хотим поздравить и оставить какую-то память о таком важном событии для всех нас Работы принимаются до 12 мая на электронную почту организации Более подробную информацию можно найти на официальном сайте «Родители Сибири» Ангарск и Водоканал неразрывны во всех смыслах этого слова Ведь бурная и своенравная Ангара является главным символом нашего прекрасного города А результаты подвигов тех, кто эту реку покорил, ощущают на себе все жители округа по сей день История Ангарского Водоканала по-настоящему богата и драматична Первый городской водопровод начал функционировать еще в далеком 1948 году Его главной задачей было снабжение водой строительной площадки Ангарского нефтехимического комбината А 11 февраля 1981 года решением исполкома Иркутского областного совета Водоканал перешел во владение муниципалитета Ангарска Какие бы политические партии не приходили к власти в нашем государстве Какие бы течения политические не ковали идеологию Вода, как источник жизни человека, всегда будет и была востребована Вода из-под крана сегодня абсолютно обыденное явление для современного человека Однако за этим кроется титаническая работа и полный контроль всех сопутствующих технологий Просто забрать воду из Ангары – капля в этом море Жидкость сначала должна пройти первичную фильтрацию через насосную станцию Дальше ее ждут очистные сооружения Именно они придадут воде питьевые качества Вот уже 12 лет Ангарский водоканал использует для полномасштабной очистки воды Ультрафиолетовое обеззараживание Излучение уничтожают болезнетворные бактерии и инфекционные возбудители Подобная инновация по праву считается первой в нашем регионе среди водоочистных предприятий Вода сюда с первого подъема поступает в блок основных сооружений По двум трубопроводам диаметром 1000 мм Попадает непосредственно в большие емкости смесителей Где происходит смешение с реагентами Это оксиклорид алюминия и гипохлорид натрия Ангарский водоканал гордится своей высокотехнологичной лабораторией Исследователи ежегодно отбирают около 8 тысяч проб и выполняют 40 тысяч анализов Вода проходит проверку по 40 химическим показателям Цель лаборатории быть уверенными на 100% Что в продукте нет ни вирусов, ни паразитов, ни радиации Все находится под чутким наблюдением специалистов Контроль качества жидкости и ее доступ к употреблению не привилегия А залог жизни и здоровья ангарчан И на водоканале все это на высшем уровне Диспетчерская ангарского водоканала представляет собой венец современных технологий Именно здесь контролируются все водопроводные и канализационные насосные станции города Управление всеми процессами полностью автоматизировано Для бесперебойной работы больше не требуется участие человека Однако контроль за системой осуществляется специалистами 24 часа в сутки Работу данных объектов мы видим вот здесь То есть мы видим объемы стоков в приемных резервуарах Работу насосного оборудования, давление, нагрузку на насосах и так далее То есть за счет этого диспетчер оперативно может анализировать работу насосного Любого всего оборудования и объекта в целом И самое главное предупреждать возникновение каких-либо аварийных ситуаций Сегодня у ангарского водоканала огромный парк современной техники Каналопромывочные комплексы, экскаваторы и автокраны Благодаря обновлению транспорта сотрудники водоканала успешно и в кратчайшие сроки Ликвидировали последствия недавней природной катастрофы в Тулуне Профессионализм и надежное оборудование способны работать даже в самых экстремальных условиях Ангарский водоканал не перестает удивлять и масштабными проектами Идея китайского месторождения находится на финальной стадии Правительство Иркутской области уже выделило на его реализацию 122 миллиона рублей И к сентябрю проект ждет государственная экспертиза По планам руководства водоканала в 2022 году закрытый водозабор с чистейшей водой ждут первые строительно-монтажные работы Мы с вами находимся недалеко от реки Китай За моей спиной находится Нижнекитайское месторождение пресных подземных вод В этом году Ангарский водоканал справил 40-летний юбилей Каждый год предприятие повышает планку собственного качества В данный момент завершается строительство нового центра реализации населения Уже к концу 2021 года здание откроет свои двери для приема граждан Руководство водоканала гарантирует жителям Ангарска электронный порядок очередей и современную планировку Ведь для Ангарского водоканала благо людей всегда остается на первом месте Лед не тает, а вот сердца плавятся Еще раз Лед не тает, а вот сердца плавятся 1 мая в Иркутске открываются гастроли уникального цирка на льду «Айсберг» С мохнатыми, хвостатыми и обычными, но невероятно талантливыми двуногими артистами Первыми познакомили журналистов Качество льда, дружелюбность белых медведей и красочность лазерного шоу оценила Елена Мельвит Вот такой мохнатый зверюга в свитере, похожем на спартаковскую униформу Поселился у входа в Иркутский государственный цирк Полярный мишка заманивает всех прийти сюда с 1 по 30 мая И познакомиться с его 400-килограммовыми подругами Умка Мотя, Кнопа и Дора Так зовут представительниц пушистой белой гвардии Девочки, как их любовно именует дрессировщик Юрий Хохлов Лед и медведи это одно целое, разделить это невозможно Потому что нашим девочкам на льду, это просто их жизнь Они ложатся, полный кайф у них, полный релакс 20 лет Иркутск не видел белых медведей на манеже цирка И упустить такую возможность просто нельзя Потому что 4 медведицы цирка «Айсберг» Это последние в мире белые медведи, привезенные из Арктики Сейчас столь дорогостоящие экспедиции не проводятся нигде в мире Нельзя из природы брать диких животных Поэтому именно те животные, которые уже были в неволе рождены Они сейчас действительно заканчивают, я думаю, через какое-то время Может через 5-10 лет закончат свою артистическую карьеру И окажутся уже где-то в зоопарке И выйдут на пенсию Поэтому мы с удовольствием приглашаем иркутского зрителя На одно из самых красочных, красивых, зрелищных шоу Иркутский цирк не работал больше года из-за пандемии И откроет свои двери 1 мая Подготовка к представлению ведется масштабная 5 дней работало специальное оборудование Слой за слоем, превращая манеж в ледовое покрытие По которому уже совсем скоро заскользят фигуристы-универсалы Новая программа и новый руководитель Иркутский цирк теперь возглавляет новый директор У которого далеко идущие планы На мой взгляд потенциал иркутского цирка пока еще не раскрыт Но мы будем работать и вдохновим новую жизнь В это прекрасное учреждение культуры с богатой историей Сегодня в качестве зрителей представители прессы Вероятно, многие из нас последний раз в цирке были еще в детстве Но эмоции в буквальном смысле зашкаливают От радости до восторга Оценить мастерство артистов можно будет в течение месяца Гастроли айсберга начнутся 1 мая Широкий ассортимент, отличное качество и все ведущие бренды 1 мая в Ангарске откроется современная оптика Центр зрения от сети офтальмологических клиник микрохирургии в стильном дизайне Медицинские оправы и солнцезащитные очки от ведущих мировых брендов Теперь каждый ангарчанин может подобрать для себя подходящую модель в оптике Центр зрения Открытая витрина салона позволяет посетителю самостоятельно подобрать те самые очки С которыми мир станет ярким, четким и красочным А если огромный выбор скружил голову Консультант с легкостью поможет подобрать то, что вам нужно Я присмотрела для себя несколько моделей На самом деле здесь очень широкий выбор Я поражена выбором, который здесь есть И пространство очень уютно, очень стильно Если честно, такой новый формат Что подходишь, очень удобно, берешь Никого не надо просить, не звать Подошел, сам выбрал Чтобы получить идеальные очки, не нужно никуда бежать Их изготовят прямо на месте Для этого в салоне работает профессиональная команда мастеров А пока специалисты создают вашу индивидуальную модель Можно окунуться в уютную атмосферу Выпить чашечку вкусного чая и полистать журнал Это большое пространство для комфортного выбора Где представлено более тысячи моделей Более 50 брендов Как для взрослых, так и для детей От доступных до эксклюзивных Мы имеем собственную мастерскую Где можем изготовить быстро Здесь же очки Необходимые либо для зрения Либо, как у меня, с нулевыми диоптриями Для работы за компьютером Перед тем, как подобрать и купить очки Специалисты Центра зрения проведут обследование И сделают это абсолютно бесплатно Для каждого клиента оптики Разработана специальная программа лояльности Подарки и скидки А с 1 по 10 мая На определенный вид оправ до 30% В Ангарск с грандиозной шоу-программой Приехал цирк «Золотой дракон» В программе участвуют канатоходцы Дрессированные собаки разных пород И самое удивительное в представлении Это грациозные персидские леопарды Оцените яркое шоу Успела и наша съемочная группа Возле торгового центра фестиваль Словно вырос 4-метровый купол Цирк «Золотой дракон» Вангарск приехал из Новосибирска Открывают грандиозное шоу Покорители воздуха Сильные и ловкие канатоходцы Артисты на высоте исполняют немыслимые трюки Заставляют зрителей переживать Затаив дыхание А на смену им уже выбегают Дрессированные собаки Четвероногие акробаты легко и забавно танцуют Разрешает обстановку клоун Юрий Он душа компании И, конечно, любимец публики У нас очень большая программа С очень сложными номерами В конце мы все выходим на эпилог И слышно, как нас принимают Люди аплодируют, кричат Вы знаете, честно, я и не помню, когда было по-другому У нас всегда все проходит на ура Поэтому у нас каждое шоу получилось Каждое получается Удивительная легкость и грация Это выступление в воздушной гимнастке Под самым куполом цирка Но гвоздь программы Это перститские леопарды Хищные кошечки кажутся просто ручные Они беспрекословно слушаются дрессировщиков И выполняют разные трюки В программе также есть пони Озорные обезьянки Бенгальские кошки И масса экстремальных номеров Не будем раскрывать всех секретов Все это лучше увидеть своими глазами Золотой дракон в Ангарске будет до 16 мая Это были все новости на сегодня Напоминаю, «Квартина дня» доступна и на нашем сайте Его адрес – actistv.ru И на нашей странице в Инстаграм А я с вами прощаюсь Всего доброго и до встречи на телеканале «Актиз» Субтитры создавал DimaTorzok